Приветик, мой дорогой зритель! Мы продолжаем прохождение Bloodline Линия Крови. И сейчас нас ждет, насколько я понимаю, небольшой, а может быть большой тупничок. Потому что остановилась я в прошлый раз на том, что я не знала, куда опять податься, что опять сделать. Опачки. Я могу двигать ящик, это, конечно, круто. Только что с этого? Эти ящики я двигать не могу. Слушайте, а тут еще вон два штука. Два штука ящика. А их я не могу, кстати, это. А может мне нужно как-то на сетку прыгнуть? Нет, видимо нет. В общем, предстоит мне каким-то образом догадаться, что мне нужно здесь сделать. Ага. Я вижу там какая-то беда с электричеством. Может и вправду нужно как-то туда допрыгнуть? Не знаю вообще каким образом. Но как-нибудь может быть надо. Допустим, как-то вот так. Что-то ящик прыгает вместе со мной. О! Вот так, наверное, как-то так. Провода перелезаны. Молодец, какая я сделана намеренно. В любом случае не придется починить их. У нас же есть замечательные новые провода. Сейчас мы их используем. Это немного поможет мне. Так, это немножко поможет ему. А что теперь? Я не знаю. Скорее всего, теперь ничего. Может быть, открылся вход в верфи. Но утверждать ничего не буду. Нужно просто пойти попробовать. Ящик не открылся. И этот тоже. Так, ну, можно сохраниться на всякий. А еще у меня вот... Все, нет, видимо, нет. Просто мне не дает покоя вот эта дверь. Она же здесь есть. Есть. Но почему-то я не могу ее открыть. Да ладно. Так что это было. Текстуры не проваливайтесь. Можно теперь пойти попробовать зайти туда. Прыгать в воду я больше не буду ни в коем случае. Ибо это чревато. Кажется, я что-то забыл. Нет, не пускают меня еще. А значит, как-то мне нужно открыть щиток в этом амбаре. Или как это назвать? Может, тут что-то где-то валяется? Нет? Вроде бы нет. Тут еще где-то была дырка такая в заборе. Вот она. Может, тут что-то лежит? Ничего тут не лежит. По-моему, там тоже еще одна есть такая дырка. А, нету. Нету. В любом случае, можно посмотреть, вдруг какой ключик тут завалялся. Просто мне нужен еще один ключ. Для какой-то двери. Уже не помню какой. Но какой-то... Для какой-то нужен был у меня. Наверху же вроде ничего не было. Никаких ключей. Насколько я успела заметить. А тут у нас что? Тоже ничего хорошего. Надеюсь, я там в этих обломках ничего не забыла. Кстати, можно пойти посмотреть. Никто по морде не даст нам за это. И это близкого довольно-таки. Поэтому пойдем посмотрим. Нет, вроде бы тут ничего особо нету. Хорошего. Плохого тоже. Опа. Я могу назад пробежаться. А вот этого я, кстати, не знала. Но, наверное... Опа-па-па-па-па-па-па. Что там происходит? Что это? Что-то мне страшно стало. А, ясно. Завал. Обрушились камушки. Это, типа, знак, что мне туда нельзя. В принципе, я и так как бы знала, что... Сильно назад мне никак не продвинуться. Могли не утруждаться. Уж там завалы всякие организовывать. Просто сделать недоступным эту... Локацию, как вы обычно это любите. Так, ну, собственно... Хоть здесь все открыто, но я не вижу, чтобы что-то... Что-то полезное здесь валялось. Так что продолжаем свой тупняк. Далее. Так, здесь у нас уже ничего вроде бы нету. Сейчас все потыкаем, все телефоны, все рации, радио или как там это называется. Так, ладно. Так, ладно. Попробуем еще раз тыкнуть на щиток. Распределительная коробка закрыта. Сначала нужно разобраться с замком. Я не знаю, чем можно разобраться с замком. Ну, у меня единственное, что есть крюк. Коробка закрыта. Как же снять замок? Он держится довольно крепко. Перчаткой. Как же снять замок? Он держится довольно крепко. Как же снять замок? Он держится довольно крепко. Нет, это все не катит абсолютно. Абсолютно. Еще есть вариантик пойти... Ладно, сейчас еще посмотрим в катафалке. Может, тут что-то еще есть? Судя по всему, здесь вообще ничего больше нет. Ладно, тогда еще был вариантик вот к тем зомбакам вперед пробежаться. Может быть, там открылся путь. По сути, там только два зомбака стоит. Почему меня не пускают? Могли бы пропустить, либо нарисовать там побольше зомбаков, чтобы поубедительнее было. Чтобы мне вот точно не захотелось туда идти. Нет, мне туда нельзя. Я, конечно, туда не особо хочу, но... Тупить я тоже не хочу очень долго и упорно. Ладно, придется бежать дальше. Каждый столб, я надеюсь, не нужно осматривать на наличие каких-то ключей. Это было бы совсем уже издевательством. Так, ну в чем дело? В чем прикол? Где же мне искать-то это все дело? Подождите, а от чего я ключ вообще ищу? От чего я ищу ключ? От катафалка я нашла ключ. Здесь был ключ неактивный. Ой, я не ключ, я говорю, дверь. Неактивная была. Ну еще раз попробуем здесь посмотреть. Что тут у нас хорошего есть? На этой крыше. А вроде бы ничего. Чего. Так тоже ящик не работает. Блин, ну я даже не знаю, слышите. Куда-то мне еще ключ нужен был. Что-то я уже совсем не помню куда. Еще я помню, вот здесь какие-то вещички интересные лежали. И Джим не хочет их брать. Вообще, как будто бы игнорируют их полностью. Что весьма странно. Обычно он любит всякий хлам подбирать. Значит, эта дверь, о которой я все время говорю, была вот здесь, в этом амбаре. Наверное. А, да, вот здесь была. Но восклицательных знаков здесь нет никаких. Нет, подождите. Вот эта дверь нифига не работает. И она, в принципе, ведет на улицу. Тут как бы вопросов даже нету. Там такая же есть дверь, которая такая же неактивная. Так, подождите-ка. А, я ключ от замка ищу. Вот от чего. Но здесь как бы абсолютно ничего нету. Проблема такая вот. Нет, тут я, скорее всего, застряну. Такс. Здесь тоже как бы. А тут у нас что? Тут вроде бы тоже ничего не могу сделать. Никаких действий произвести. Которые бы помогли мне в дальнейшем прохождении данной локации. Вот как могу говорить. И ключей никаких тут нету. А здесь, в принципе, ничего нету. Вообще ничего. Здесь только каркас какой-то лодки. Корабля. Не знаю чего. Начинается тупняк. Хотя он уже начался с конца прошлой серии. Если по-честному говорить. Где-то что-то... Что-то где-то я пропускаю. А где и что? Это уже другой вопрос. Ну, катафалк заведен. Тут у нас чемодан лежит. Неактивный абсолютно. Тут у нас дверь, которая почему-то не хочет открываться. А может быть, надо крюком ее, как думаете, подцепить? Нет. Не работает. Что ж тогда делать? Как же тогда быть? Вот эту тележку надо тогда рассмотреть получше. Что тут у нас на тележках есть? Тут вот лодка еще есть. Может, в лодке чего спрятано? Полезного. Ну, вот насколько я вижу. Насколько позволяет видеть мое зрение. Я ничего здесь не вижу. Полезного. Или активного. Или что-нибудь вообще такого. Что позволило бы мне пройти эту локацию. Начинаю повторяться. Ну, просто я действительно не знаю, что делать. Что уж тут. И вот я уже стараюсь быть внимательной. И так, и сяк. И все равно чего-то я не доглядаю. Может, надо по забору идти? Нет. Я чувствую, что я сейчас свалюсь с него. Все равно я чувствую, что что-то не то. Опять я что-то где-то не замечаю. Как так? Я понятия не имею. Уже начинаю присматриваться к таким мелочам, что просто жуть. А по-другому здесь никак, понимаете? Видите, как ничего не... Непонятно, что делать дальше-то. Я, конечно, ничего не сделала. Но я все равно попробую тыкнуться в этот выход. Кажется, я что-то забыла. Но я же что-то забыла, понимаете? Я что-то забываю все время. С памятью у меня плохо, видимо. Да. Бывает в жизни огорченье. Вместо хлеба и печенья. Что же делать-то, а? Господа, товарищи. Помогите морально. Подскажите. Так, эту штуку вроде не надо развязывать. Потому что она не активна. Да что ж такое, а? В чем загвоздка здесь? В чем загвоздка? В чем соль? Я не знаю, в общем. Пойду-ка я подглядывать. Иначе я тут буду до пенсии бродить. Это просто что-то невероятное. Судя по тому, что я прочитала, нужно было просто тупо выстрелить в замок. Вы же понимаете, что вот сколько играешь, да, в игру. Играешь, играешь. И как бы такие приемы никогда не катили. Не прокатывали. А тут вдруг херак и надо именно выстрелить. Представьте себе. Теперь свет включен. Я прям в шоке с этого. Так, ну свет включен. А что дальше? Нужны гвозди и доски, чтобы починить лодку. Ясно. И у меня на это нет времени. Ты что, хочешь лодку чинить? Издеваешься, что ли? Ну ладно, допустим, сейчас посмотрим. Что тут хорошего есть? А что здесь хорошего? Ничего абсолютно вообще. Какой смысл здесь с этого света? Скажите мне. Если я и так уже все рассмотрела без него. Нужны гвозди и доски, чтобы починить лодку. Но у меня на это нет времени. На что именно? На гвозди и доски или на починку? Но у меня на это нет времени. Собственно. Так, у меня тут ящики были. Может, они стали работать? Нет? нет, вроде бы не стали. Так, ладно. А какой смысл с этого электричества было? Может, теперь мне можно наверх идти? Как считаете? Ну ладно, давайте попробуем. Там, правда, стрёмно, темно, наверное. Ну, а что делать? Игра подразумевает страх. Хоррор, игра. Да, меня пустило наверх. Или куда это? В скалу какую-то. Маяк. Это вроде бы вход на маяк. Ну, замечательно. Сейчас посмотрим, что там будет. Наконец-то! Так, что у нас тут? Это мы сейчас, получается, как вообще? Ух ты, там какой-то моряк-папай пошёл. Наверняка же морячок какой-то. Я же говорила, морячок стопудово. Да, что-то так жучит, а? Вот, слушайте, а это, это путь, наверное, назад, правильно я понимаю? А, нет. Нет. Это путь вперёд, как раз-таки к маячку. какой стрёмный маячок. У-у-у! А-а-а-а! Чёрт! Чудовище! Там всё, башка была какая-то. Подумаешь, чё, голову испугался. Так, вроде меня никто не преследует. За спиной мёртвая зона, там вода. Так, что у нас тут? Нет, это уж слишком. Я не собираюсь обжигать себе руки. Плоскогубцы нужно как-нибудь охладить. А ещё хороший вопрос. А зачем тебе плоскогубцы? Тут у нас какая-то будка моряка. Нужно её обязательно исследовать. Исследовать лодку. А ещё тут что-то лежит. Вода лежит тут. Вот это да! Не ожидала такого поворота. Так, ну где-то тут должен же быть вход в эту лачугу. А может и тут замок так же ломается, как думаете? Ни хрена! Этот замок так не ломается. Вот и пойди догадайся, какой ломается, какой нет. Так, подождите-ка. Что у меня ещё тут есть? Да ничего у меня нет, по-моему. Против закрытой двери ничего нет у меня. Так, подождите, я смотрю, там какая-то лестница вон. Может мне нужно в воду спрыгнуть и как бы... А давайте что? Сохраню сейчас. Раз там есть... А нет, я не могу прыгнуть в воду. Разработчики продумали такой план от игрока. А что если я стану на эту голову? А ничего не случилось. Ну, хорошо. Правильно, зачем? Зачем нам лишние какие-то телодвижения? О, тропинка. Был камень, нет камня. Странно. Странно, но факт. Так, а тут что у нас? Ящики какие-то. Абсолютно неведомого назначения. Неведомого. Тропиночка. В сам маяк я чувствую, буду ломиться в самую последнюю очередь. Так. Наконец-то. Нужный ракурс. Мне казалось, там внизу вход. А он оказался где-то тут. В общем, неважно. Что, он закрыт, что ли, хотите сказать? Так, ну ладно, еще раз сохранимся. Ладно, давайте валим отсюда. Раз там не открывается, значит, я не буду сильно настойчивой. Кребаная подстава. Пошел-ка ты в жопу. Тебе так скажу. Совсем уже охренел. Прям в маяке, блин. Слушайте, ну с фпсом беда вообще просто. Беда бедойная. Опа. Опа. Сдох. По-моему, да. Давайте-ка возьмем что-нибудь получше. Бурочка. Кстати, вон, можно дробовик взять. Чтобы уж точно никакая собака ко мне не приставала. Ух, какая опасная лестница наверх. Наверное, это масло для фонаря в маяке, построенным на потеху туристам и любителям поглазеть. Возьму его с собой. Оно мне пригодится. Молодец. Ты у меня смышленый мальчик. А это что за шашки? Надо поглазеть тоже. Динамит. Ничего себе. Это круто. А это что, место для факела, которого здесь нету? Соберем все бутылки. Не знаю, зачем. Но соберем. Мы, наверное, бомж. Поэтому мы собираем бутылки. Хотя не только бомжи собирают бутылки. Бутылки собирать это еще и экологично, так сказать. на вторичное использование. Почему бы нет? не видно, что там наверху, а еще с таким жутким просто разбросом фпс. это все ужасно. Это все ужасно. бедро нам не нужно. Факел, кстати, я бы взяла, не знаю. Раз у нас карманы как бездонные... Ой! Ой! Морячок идет. Ну тебя нафиг. Спускаемся. Блин, с фпсом просто беда. Беда, беда, беда. Смотрите, 7 фпс. Как это так вообще может быть? В такой игрушке-то, извините меня. Дверь на камень. Так, надо сохраниться срочно. А то это будет беда. А, это ясно. Я поняла, куда я вышла. Туда, куда нам не открывали. Так, бутылочка похожа на Джек Дэниелс или на какой-то бальзам. Так, что ты застреваешь в лестнице-то? Совсем уже жопу отрастил себе. Так, ну ладно. Идем до конца, до победного. На самую высотку вообще. А тут нас ждет уют, тепло, спокойствие и собачья миска. А я что-нибудь придумаю. А кто он? Он. Тазик какой-то. Оловянный тигель. Конечно, придумаешь, куда же ты денешься. Еще раз сохранимся, откроем люк, вылезем и поймаем какого-нибудь монстра тут, не? Ладно, главное вылезти. Вылезай, вылезай. Да шо, что такое неуклюжие-то? Не может вылезти никак. Давай, давай. Во, вылез наконец-то. Ой. А, это мертвый морячок по типу тех мертвых медсестричек. Так, нам даже дверь подалась. фонарь в хорошем состоянии. Несколько капель масла и маяк будет работать как новенький. Замечательно, че. У нас даже не капли. Я был и масла. Можно оставить канистру здесь. Интересно, сработает ли? У нас целая канистра масла. Ну, да. вон какой луч-то, а, нихеровый пошел. Интересно, вот так вот, если стоять здесь на самом деле, наверное, слепнуть можно нафиг. Это ему больше не пригодится. Что, 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 что ты там забрал? Ключик какой-то? Ключ смотрителя маяка. Куда его деть? А, у него же будка тут есть, где он живет, действительно. Че, тут плюто. Так, сохранимся, опять же. В принципе, можно валить нафиг вниз уже. Надеюсь, там никаких морячков не появилось снова. Как-то неохота мне их всех встречать. Я могу здесь лучше выйти. Ух, тут цилиндр. Все, побежали. Монстров нет уже вроде. Ну, хорошо. замок заржавел. Нужно попробовать сильнее повернуть ключ. Нет, у меня уже почти получилось. Что же теперь делать? Что, что делать, блин? Вот, что делать. Я не знаю, что делать. Кто здесь, мужик, я или ты? нет, это уж слишком. Я не собираюсь чем я тебе его охлажу, ты мне скажи. Нужно как-нибудь охладить. Копором, что ли? Блин, да, оловянный тигель. Конечно, здесь слишком много дыр, но может быть этот тигель поможет мне охладить плоскогубцы? Да, е-мое, это же не так сложно, по-моему. Вот, вода, водичка. Что-то там плоскогубцы, водички. Теперь они не будут такими горячими. Все замечательно, а теперь нужно как-то ключ, наверное, починить, я не знаю, как, каким образом. плоскогубцы. Зачем мне... А, в принципе. Ну, открывай, это было довольно легко. Так, вы вроде никого. Припасов. Я возьму этот ящик с собой и открою позже. Ты что, прикалываешься? Ящик. О, просто, это просто, 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 ноу-коменс. Представьте себе, идет такой мужик, да? Идет такой, с ружьем в руках, мочит зомбарей, у него, значит, в руках. Сундук. Камень с буквой Л, огнезащитная перчатка через плечо лежит. Много-много всяких патронов. Крюк тоже висит за поясом. Ящик бутылок, 9 аптечек, 6 консервов, не 6, не 9 консервов, потом 3 ящика коктейля Молотова, динамит, ну и, в общем, много всякого еще. Я не представляю себе, как это вообще выглядит. Ну ничего, мы продолжаем собирать хламье. Будем ставить рекорд Гиннеса. Новый рекорд. Сколько можно утащить с собой всякого хлама во время зомби-апокалипсиса. Сумку не хочет брать. Вот странный мужик. Сундук взял, сумку не хочет брать. Это, конечно, нонсенс какой-то вообще. Так, подождите. Может быть, мне теперь нужно на выход, как думаете? Это вполне вероятно, потому что здесь больше ничего нету. Вроде бы. Да, здесь особо-то вроде бы ничего нету. Ой. Кто где? Ааа, кто где? Что это? Грёбанная музыка. Что происходит? Черт возьми, страшно. Очень сильно страшно. И самое интересное, что я не вижу, откуда враг идет. Но звуки, такое ощущение, что пираты какие-то приплыли на летающих тарелках. Ладно, сохранюсь-ка я. Вот. А еще? А еще я думаю, что встретимся мы с вами в следующей серии. Так как эту серию я завершу, так как я думаю, мне нужно будет сейчас идти на выход, там, значит, выйти, подождать полчаса загрузки и потом начну серию уже в другой локации. Так что всем спасибо за просмотр и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok